Уважаемые друзья, всем привет! Вы на канале New Technology. С вами Юля и сегодня я познакомлю вас с новеньким аппаратом от компании Blackview, которая представила свое новое видение на защищенные смартфоны и объявила о начале приема предзаказов на свой новый флагман BVE-9700 PRO. Как заявляет компания, она не просто наделила свою новинку прочностью и интересным дизайном, явно вдохновившись фильмом трансформеры. Также вложила в нее серьезный функционал и неплохую автономность, но еще и добавила кое-какие интересные черты к общему портрету защищенного смартфона. Производитель уверяет, что его новинка готова составить конкуренцию другим прочным устройствам на мобильном рынке. И мы в очередной раз будем разбираться, насколько такое заявление компании является правдой. Напоминаю о подписке на наш канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы одним из первых получать новое видео. Но я продолжаю обзор. Первое, что в телефоне подвергается самому большому внешнему воздействию, это, конечно же, корпус. Все мы знаем, что мало купить смартфон, пожертвовав для этого ни одним кусочком хлеба. Надо еще и сохранить его в целости и сохранности, чтобы иметь возможность пользоваться всеми его функциями. Blackview знает, как это сделать, так как корпус в данной модели BVE-9700 PRO выполнен в соответствии с военными стандартами MIL-STD-810G, что гарантирует работоспособность устройства при тряске, ударам по корпусу, перепадам температуры от минус 30 до плюс 60 градусов, давление, повышенной влажности и действия других внешних факторов. Четыре угла и тыльная сторона этой новинки изготовлены из резины с высокой эластичностью и износостойкостью, металла и поликарбонатом. Также корпус имеет пластины из титано-алюминиевого сплава с обеих сторон, которые более прочно соединяют переднюю и заднюю крышки вместе, чтобы сделать весь корпус более прочным. Что касается передней стороны, уважаемые друзья, то используется экран новейшей пятислойной конструкции. Два внешних слоя – это сплошное стекло. Далее сенсорная панель. Внутренний слой – экран. Нижний слой – цельная опорная плита из алюминиевого сплава, которая повышает общую прочность экранного модуля. Также отмечу специальный клей, который обладает отличной водостойкостью, может выдержать высокие температуры, высокую влажность, имеет сильное сцепление, отличную химическую стойкость и атмосферную устойчивость. Помимо этого есть степень защиты от попадания воды и пыли по стандарту IP68, где аппарат может выдержать погружение в воду, на длительное время и еще один немецкий стандарт IP69K – это устойчивость к горячей воде и струям воды с очень большим напором. Для обеспечения водонепроницаемости различных компонентов смартфона их оснастили специальной мембраной, где используются водонепроницаемые наноуровневые материалы. В общем, уважаемые друзья, полный набор всех видов защиты. Теперь перейдем к самому экрану аппарата, который сохранил IPS-технологию с размером 5,84 дюйма и разрешением Full HD+, 2280 на 1080 точек, что сформирует плотность пикселей 432 на дюйм. Максимальная яркость заявлена на уровне 500 нит. Но еще можно прибавить возможность экрана реагировать на влажный палец. На дисплее выреза находится объектив фронтальной камеры. Здесь же расположили датчики приближения освещенности и индикатор событий. Выше разговорный динамик. Внизу только на экраны кнопки управления. Что еще интересного, уважаемые друзья, может показать новинка от Blackview. Это основная двойная камера с основным датчиком от Samsung, размером 1 на 2,8 дюймов, разрешением 16 мегапикселей с размером пикселей 1,12 микрона и диафрагмой f1,75. И дополнительным сенсором размером 1 на 4 дюйма, разрешением 8 мегапикселей и диафрагмой f2. Есть автофокус. Камера имеет интеллектуальное управление, точно распознает сцены с автоматической оптимизацией снимков, что значительно улучшит съемку портрета, пейзажа или просто фотографию при слабом освещении в режиме реального времени. Из режимов присутствует профессиональная съемка, режим HDR, панорама, эффект боке. Заявлена также технология многокадровой стабилизации изображения, но не уточняется оптическое это или электронное. Фронтальная камера также от Samsung имеет разрешение 16 мегапикселей и диафрагму f2. Есть фиксированный фокус и интеллектуальный алгоритм распознавания пользователя по лицу для разблокировки аппарата со скоростью всего за 0,1 секунды, причем может успешно делать это и в условиях с недостаточной освещенностью. Из новшеств, уважаемые друзья, это возможность подключения внешней камеры BV9700 Pro, которая оборудована сверхчувствительным SIM-осдатчиком Sony IMX291 Starlight, ночного видения Super Sensing, разработанный для тусклых и ночных сцен с объективом из шести линз, матрицей на 2,13 мегапикселя, размером пикселя до 2,9 микрона, что в 2,6 раза больше, чем пиксели датчика основной камеры телефона. Так как свет играет важную роль фотографии, то с увеличением размера пикселя больше света попадает в один пиксель, и это позволит сделать более яркими снимки в условиях плохого освещения. В роли процессора, уважаемые друзья, назначен новый Helio P70, который произведен по технологии 12-нанометрового техпроцесса и предлагает 8 вычислительных ядер, разделенных на два кластера, где 4 энергоэффективных ядра Cortex-A53 работают на частоте 2 ГГц, а производительные Cortex-A73 на частоте 2,1 ГГц. За графику отвечает трехъядерный чип Mali-G72 с тактовой частотой до 900 МГц. Имеется поддержка многоядерного процессора, отвечающего за искусственный интеллект и работающего на частоте до 525 МГц, который в сочетании с усовершенствованным MediaTek, Neuropilot и новым интеллектуальным планировщиком многопоточности обеспечивает на 30% большую эффективность обработки функций искусственного интеллекта, чем предыдущий P60. Также позволяет повысить эффективность работы системы, снижая энергопотребление до 30% в тяжелых играх и обеспечивая более высокую производительность по сравнению с предшественником. Поддерживается оптимизированная по мощности система обработки сигналов с тремя изображениями ISP, которая поможет снимать хорошие фотографии и видео. Плюс к этому 6 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4X и внутренний накопитель на 128 ГБ формата MMC5.1. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie из коробки. Также доступны такие функции, как датчик частоты сердечных сокращений, шагомер, датчик кровяного давления и качество воздуха, который предупредит о нездоровых уровнях летучих органических соединений в вашей рабочей среде и предотвратит отравление ими. Также может быть использован для измерения температуры окружающей среды и уровня влажности. Можно выделить режим в перчатках для лучшего использования аппарата в экстремальных условиях. Смартфон оборудован батареей емкостью 4380 мАч и производитель уверяет, что благодаря глубокой настройке мобильного оборудования и программного обеспечения смартфон может выдержать до двух дней интенсивной работы на нем. Реализована поддержка QI-технологии беспроводной 10-ваттной зарядки. Поддерживаются все совместимые зарядные станции. Есть быстрая зарядка Pump Charge 12 Вольт на 2 Ампера, которая позволит полностью пополнить емкость батареи всего за 2 часа. Также в этой новинке, уважаемые друзья, реализован стандарт NFC, который совместим со всеми новыми сервисами Google Play. Оплата происходит через защищенные методы с возможностью подтверждения через сканер отпечатков. Теперь немного поговорим о кнопках управления. Так, справа находятся две кнопки громкости, они маленькие, практически не выступают за грань и имеют короткий ход. Ниже вынесена круглая кнопка питания. И ниже сканер отпечатков пальцев, срабатывающий со скоростью 0,1 секунды. На левом торце мы видим слот по две сим-карты. Есть расширение карты памяти microSD объемом до 256 гигабайт. На нижний торец вынесли порт USB Type-C, динамик и микрофон. На тыльной панели находится блок из двойной камеры, рядом светодиодная вспышка и ниже датчик частоты сердечных сокращений. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, беспроводные интерфейсы это Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающих в двух диапазонах, Bluetooth версии 4.1, но и я уже говорила о наличии модули NFC. За навигацию отвечают системы GPS, GLONASS, Beidou и есть электронный компас. В комплект поставки войдут сам смартфон, наушники, кабель USB Type-C, переходник для наушников, зарядное устройство, техдокументация, скрепка для извлечения лотка под сим-карты и защитная пленка на экран. Размеры самого аппарата составят 165,9 на 81,3 и на 16,5 мм при весе 283 грамма. Black UBV9700 PRO выйдет в одной расцветке корпуса, это черный серебро. Цена на данном этапе предзаказа составляет от 305 до 377 долларов в зависимости от комплекта поставки. Ссылка на предзаказ будет размещена в описании под видео и на нашем сайте newtech37.info. Что можно сказать в итоге об этих новинках от компании Blackview? Это защищенный по военному стандарту корпус, интересный дизайн в стиле трансформера, большой экран с отличным разрешением, хорошие камеры, мощный процессор, батарея емкостью 4380 мАч, модуль NFC, нужные датчики и отличная цена. Думаю, что перечень технических характеристик довольно увесистый. Так что смотрим, уважаемые друзья, и определяемся. Но я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю до следующего обзора на канале New Technology. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, комментируйте и те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь, не забыв нажать на колокольчик, чтобы одним из первых узнавать о новом видео на нашем канале. Ну а я говорю всем пока-пока, с вами была Юля и канал New Technology.